Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Посетил я на МИМСе 2023 стенд компании Оскар, генеральный импортер фирмы АМАП, правильно называешь? Да, точно. Иван занимается чем? Региональный представитель данного бренда на территории России. Мы с Иваном общаемся уже достаточно долгое время, поэтому друг друга знаем. Сегодня встретились вживую, наверное, да? Да. Первый раз. Немножко предосвечу вопрос, возможно, мы в октябре побываем на заводе Оскар Рубрика с предварительной договоренностью у нас уже есть. Сейчас этот технический вопрос нужно решить, тем более там будет уже выставка и будет много чего интересного. Ваня, расскажи, пожалуйста, про бренд, про завод, где он производится, кто его делает, что из себя представляет бренд и немножко про историю. История завода идет от основателя, который был одним из ведущих менеджеров на Ближнем Востоке, да, Таталь, Эльф, да, вот, долгие годы он был представителем, после этого, ну, решил организовать свой бизнес. Вот, в 98-м году, если обратить внимание на ролик, да, начало строительство завода, и вот как раз в городе Аджиман и было организовано это производство. У Арабской Эмираты ассоциируется обычно с нефтью, поэтому у многих не возникает вопросов, что данное масло может быть и является качественным. Масла производятся из арабской базы, да, потому что все рядом. При садке используется Infinium Labrizol, ну, ведущие производители, благодаря которым, ну, и можно получить те или иные одобрения, потому что многие продукты у Оскара имеют официальное одобрение Volkswagen, Mercedes, Mano, Volvo. То есть это не просто продукт, который произведен, да, в благоприятных условиях, но это качественный продукт, который, ну, зарекомендовал себя как на Ближнем Востоке, ну, и вот уже на российском рынке. Насколько я помню, вы давно достаточно занимаетесь брендом Оскар в России, уже, наверное, года 3-4, наверное, да? Бренд появился на территории России в 2018 году. В 2018 году, ну, получается, уже 5 лет. Да. А за все это время как люди его воспринимают? Как ты считаешь, больше стало интересным проявляться, меньше или примерно на том же уровне? И повлияла ли ситуация 2022 года? Нет, ситуация 2022 года, конечно же, очень сильно повлияла, потому что когда на рынке были такие титаны, как Shell, Total, Eldon, Castrol, Mobile, да, никогда нельзя списывать со счетов, люди не рассматривали бренды, потому что это были бренды с репутациями, с официальными одобрениями, которые уже годами зарекомендовали себя. И рассматривать какие-то новые бренды не было смысла людям, потому что и так все хорошо работало. Ну да, да, да. Да. Сейчас же, вот опять же, за это время, за 5 лет, у тех, кто попробовал данный продукт, нареканий нету, претензий каких-то, они пользуются этим продуктом и дальше. То есть самое сложное было попробовать. Да, аппетит приходит во время еды. Вы работаете с лабораториями российскими, наверняка делаете анализы. С кем вы работаете чаще? МИДС ГСМ, ОРЦ? Работаем с МИДС ГСМ. Ну, конечно, есть и лаборатории партнеров на разных заводах, да, но так как в России доверие больше есть у МИДС ГСМ, стараемся практически все анализы делать именно через МИДС ГСМ. Костя, привет еще раз. А что касается продуктовой линейки, что чаще всего продается у вас, пивелки? Ну, чаще всего, конечно, продается легкомоторка, вот, но сейчас довольно-таки хорошие обороты набирает грузовая тематика, потому что появился небольшой провал с хорошими качественными маслами, малозольными, вот, и есть сильный дефицит в грузовой тематике, в трансмиссии, и вот за счет этого, как бы, идет такая узнаваемость бренда. По представленности в России у вас дилерская сеть, она широкая, где представленность? Широкая, относительно широкая, и дилерская сеть у нас, можно сказать, заканчивается красноярском, то есть пока, ну, за год мы успели именно... На восток вы пока еще не продвинували? Да, 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 там тяжеловато в том плане, что там и Китай рядом, и Владивосток рядом, Япония, да, очень много брендов. Ценовая политика, какой вот самый-самый ходовой такой бестселлер продаж, у вас 5W30, наверняка-то, Малцаки, Малцаки? Ну, это Gold 530, это самое ходовое. В рознице сколько стоит 4 штук? В рознице 4 тысячи стоит. 4 тысячи, да. А ты сопользуешься брендом? Да. Своим автомобилем, да? Сотрудники ваши? Да, мы все ездим. Как продать продукт, в который ты не веришь, это очень сложно. Оскар делает какие-нибудь еще химию дополнительно, может быть, антифризы и так далее? Да, у Оскара очень широкая линейка, она не вся представлена на российском рынке, потому что не все продукты востребованы. А так, у них есть присадки для двигателя, у них есть свои антифризы, которые делаются на качественных присадках. Антифризы просто не очень выгодно возить в России из-за этого. Да, в России очень сложно людям доказать, что антифриз, который ты привез, он качественный, потому что антифриз делает практически... Поставками с логистикой все нормально? Да, логистика отлажена, мы, конечно, постоянно ищем новые пути, как ускорить процесс доставки. Но в среднем доставка занимает 60 дней. То есть вы держите буфер какой-то на складе, чтобы поддерживать доставки у дилеров ваших, получается? Конечно, конечно. А что касается цен, они в последнее время с курсом доллара увеличились? Ну, ваши оптовые цены, наверное, декоративные? Мы старались по максимуму держать цены и держали их год. Но когда доллар уже перевалил за 100, мы были вынуждены поднять. Слушай, на каждом продукте, вот я заметил на Оскар, есть French Technology, да? То есть французская технология. Это потому что владелец, он был связан с этим, да? Или они реально используют технологии французские? Ведущая лаборатория, Оскар, находится во Франции. Во Франции, понятно. Ну, тут, в принципе, можно тогда объяснить, почему, да? То есть у них на заводе лаборатория своя, такая оперативная, да, получается? Да, 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 очень такая, ну, приедете, увидите, очень крутая лаборатория. Она может несколько десятков тестов делать. И сможете увидеть циклы, которые проходят, и как проходят вот эти отборы. Да, очень хотелось бы посетить завод, потому что, во-первых, для людей, для наших, это экзотика. Они не видели, ну, в толком не видели заводы реально, вживую, которые показывают, например, там, какие-либо блогеры наши российские, да? Это все есть в формате, там, рекламных роликов, заводов самих. Это немножко не то, все-таки рекламные ролики, они всегда отличаются от того, что мы вот реально показываем на заводах. Завод, есть завод, и у него есть свои, там, нюансы, которые покажет только человек, который знает, куда смотреть. Это точно. Поэтому надеюсь, что мы видео с завода увидим до конца этого года. С ребятами мы будем держать контакт. В любом случае, шансы на это достаточно велики. По всем вопросам, что касается бренда, технические вопросы, связанные с брендом, вы можете обращаться в комментариях к этому ролику. Я прошу Ивана, чтобы прослеживали и смотрели на комментарии, и по возможности на них отвечали хотя бы в течение ближайших там пары-тройки недель после размещения. Потому что там уже все нам спорят. Это несложно. Что касается ссылок всех, все контакты, я размещу так же. Нет, не желательно сделать. Если есть возможность, может быть, предоставить какие-нибудь материалы, результаты испытаний, например, анализы. Это все можно тоже в виде ссылок увидеть у нас в описании к этому видео. Просто перематываете вниз и видите все ссылочки активные, на которые можно нажать и получить какую-то полезную информацию по бренду. Иван, спасибо тебе огромное за встречу. Мы тут действительно спонтанно встретились, не договариваясь заранее. Все правильно рассказали, все показали. Интерес к этому бренду у людей сейчас, я думаю, что гораздо выше, чем пару-тройку лет назад тройку. Конечно. Вот завод еще подогреет больше интереса, если мы его покажем. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Подпишитесь, поставьте лайки, жмите колокольчики. Подпишитесь к мне на джене, потому что нужно развивать суверенную площадку. Я говорю об этом в каждом своем видео. Спасибо, ребята.